ПЕСТРОЙ ГУРЬБОЙ Черноморские казаки, ставшие впоследствии Черноморским войском. Новую форму переселенцы начали шить лишь через 24 года, и то не все. Первый императорский указ вышел в 1816 году. Он регламентировал внешний вид, элементы гардероба и предметы вооружения войска. Черноморские казачьи сотни первого гвардейского подразделения Черноморского войска было два комплекта курток, верхняя, которые были прорези для нижней куртки. То есть дополнительные верхние рукава закидывались за спину, и продевались сквозь них рукава нижней синей куртки. И, возможно, когда делали мундир уже для всего Черноморского войска, то решили видоизменить этот концепт с четырьмя рукавами и пришить его к уже основному мундиру. Новый мундир, дорогой и неудобный, черноморцам не понравился. Застегивался на 22 крючка. «Пока застегнешься, война закончится», — говорили они. Поэтому уставную форму шили только те, кто отправлялся на внешнюю службу. Остальные потихоньку модифицировали мундир по своему вкусу. А кто-то и вовсе продолжал носить запорожский вариант. Казаки тяжело принимали всякую регламентацию. Тем более, если она не имела практический смысл и предполагала финансовые траты. Государство казакам денег на пошив форменной одежды не выделяло. Согласно одному из правительственных отчетов, в первой половине XIX века справа казака без лошади, вооружения, подсумков и чемодана стоило практически 80 рублей. А с лошадью и всеми остальными необходимыми предметами — порядка 300. Параллельно с черноморским было образовано Кавказское линейное казачье войско, которое защищало Кавказскую кордонную линию от устья Кубани до устья Терека. Линейцы практически сразу переняли у горцев удобные черкески. Черноморцы, поглядывая на соседей, попросили императора разрешить носить им одежду схожего покроя. В 1840 году выходит новый образец мундиров. Это уже мундиры синего цвета с нижними красными бешметами, либо, как в документации, они называются архалуками. Перед нами интересный образец мундира. Принадлежал он Москаленко, который служил во 2-м конном полку Черноморского войска, о чем свидетельствует пуговица 2 с цифрой 2 на погоне. И Москаленко пошел на хитрость под синий мундир, повторюсь, нужно было надевать нижний бешмет красный. Но так как красная ткань была очень дорогой, то Москаленко взял отрез красной ткани, пришил его к синему мундиру, добавил стоячий воротник. И со стороны кажется, что надеты мундир и бешмет, хотя на самом деле это единый комплекс. То есть даже вот так казаки экономили в то время. Но стоит сразу оговорить, что форма различалась между конными полками, конно-артиллерийскими батареями и пластунскими батальонами. На начальном этапе чаще всего у конных полков были мундиры синего цвета, у артиллеристов уже они были зеленого цвета. А у пластунов чаще это были даже не кавказского типа, а с закрытым верхом до шеи мундиры, которые схожи с черкесскими, так как имеют газырные карманы, но не имеют выреза до пояса. В 1840 году мундир еще не считался черкесской. Он имел элементы кавказской одежды и русского уставного костюма. А вот с образованием кубанского казачьего войска основным видом одежды станет черкеска. В 1870 году выходит новое распоряжение о форме кавказских казачьих войск – кубанского и терского, где вводятся черные черкески. При этом бешметы у кубанского войска красные, у терского – синие. На войсковых сборах выяснялось, что понимание красного у каждого свое. Военное руководство на цветовые несоответствия смотрело сквозь пальцы. В мирное время казак был волен выбирать по своему вкусу оттенок черкески и бешмета. Бешмет – мужская верхняя плечевая, распашная, повседневная, домашняя и рабочая одежда горцев и казаков. Шился не короче колен и от воротника до пояса подгонялся по фигуре. Рукава прямые, без манжет и пуговиц. Бешмет, будем считать, казачья рубаха. Шилась она из всего, что угодно. Ну, только не из кружавок, конечно. И частенько мы на фотографиях видим и в полосочку, и такие, и сякие, да. Ну, это, конечно же, повседневные бешметы. Вот так вот, подпоясавшись кинжалом, казак мог и выходить в летний период времени. Или по дому работать вот так вот в бешмете. Вот. И нынешние казаки, влюбленные в правильную справу, частенько только и носят вот такую. Летние и зимние, стеганные и на меху, короткие и длинные. В разное время синие, зеленые, коричневые, светло-серые и черные. Многократно высочайше повелевали утвердить тот или иной цвет и фасон, но также быстро и отменяли. В 1903 году утвердили черкески серого цвета. Потом снова вернулись к черным, и так вплоть до Первой мировой войны. В черкеске главное, чтобы она сидела более плотно к телу казака, и чтобы рукав был, пройма не глубокая, чтобы удобно было саблей махать. А заход у нас идет не как в мужской обыкновенной одежде, слева направо, а наоборот, справа налево, чтобы ногой было удобнее на коня заскакивать для казака. Фасон черкески к 1913 году стал практически совершенным. Внешний вид мундира мог зависеть от способности портного, моды и того, какое сукно завезут в станицу. Но одно правило оставалось незыблемым. Черкеска шилась так, чтобы подчеркивать красоту и стать, но движение не стеснять. За своим внешним видом казаки следили очень тщательно. Одежда должна быть чистая, все должно быть подогнано, и тогда будет как-то соответствие какое-то. А если себя висит, болтается, какой же тогда это казак? Так он надел эту форму, чтобы просто по улице пройти один раз. Носить не умеет, она форму умеет носить. Вообще, мужчинам, конечно, и казакам всегда форма справа, всегда колесо. Тем не менее, говорят историки, опыт русско-японской войны показал, что черкеска в условиях войны 20 века одежда неудобная. Они брали с собой несколько черкесок, потому что все это изнашилось, окопная жизнь. Естественно, они потихонечку переходили на то манирование, которое побольше. Сейчас-то мы видим казаки в папахах, в фарварах, все, но они в гемнастерках, в гемнастерках русской императорской армии. Ну, тут тоже казаки немножечко внесли свои изменения, и как бы им пуговицы не нравились, так как вот и черкеска традиционная одежда на крючочках. И обратились к генералу Татулмину, он им разрешил перешить гемнастерку, сделать на крючочках ее, ее так и назвали Татулминка. В 1915-м казакам разрешили черкеску и бешмет заменить на гемнастерку, бурку на шинель, а папаху на фуражку. В условиях зимы черные папахи с красными верхами демаскировали казака, но, как показывали архивные фото, отказаться от любимого головного убора они так и не смогли. Традиционную казачью форму оставили как парад на выходной вариант. Именно этот классический формат после реабилитации казачества и дошел до наших дней. Папаха. Мужской меховой, из овчины или каракуля, головной убор, распространенный у многих народов и народностей в мире. Элемент военной формы одежды. Форма и высота разнообразная. Цилиндрическая, полусферическая, с плоским дном. У кубанских казаков верх папахи красного цвета с традиционным белым крестом, символом света Божьего. Есть поверье, что в походе перед боем, сняв головной убор, воины молились на крест. Папаха считалась символом успеха, достоинства, чести, маркером социального статуса мужчины. Снималась она только на похоронах и в помещении, где висит икона. Сбить с головы папаху все равно, что бросить вызов. А взять чужую – оскорбить человека. Если же владелец сам срывал с себя папаху и ударял ею о землю, то это было равносильно заявлению «бьюсь до смерти». Казак теряет папаху только с головой. Нельзя было терять папаху. Нельзя папаху на стол класть. Вот пришел, на столе она не должна быть. Она должна быть или в руках, или на стуле, или где угодно. На вешалке, но не на столе. На стол клали папаху умершего казака. Вот только тогда. А так папаха – это неотъемлемый атрибут, это голова казака. Еще один традиционный элемент дорожной одежды горца и казака – башлык. Справедливости ради, надо сказать, что популярен он был не только на Кавказе. Носили его и различные подразделения войск Российской империи. Башлык – остроконечный капюшон с длинными, закругленными на концах лопастями. Надевали его в непогоду поверх головного убора. Края башлыка оформлялись тесьмой, а макушка капюшона в некоторых случаях – кистью с бахромой. Для пошива использовали светло-серое или почти белое двухслойное сукно. Из красного шили башлыки парадные, праздничные. Они делались с верблюжьей шерстью. И он как шарф применялся, как плащ. Ее не просто так носили, как антураж. Сейчас прохладно он ее повязал, завязал. Так вот, как башлыки раньше. Какого сукна? Сверблюжь шерстью, да? Он теплый, да? Он ни воду не пропускал, не впитывал ни воду. Вода стекала. Старики говорят, потому как завязывался головной убор, о казаке многое можно было рассказать. Я его делал, потому что так сейчас ведем, холодно сейчас. Я его так себе, душу себе закрыл, затянул его крестом. И все, и поэтому мне тепло здесь хорошо. Это значит, что казак находится на службе при исполнении какого-то своего задания. А когда вот сейчас, как у казаков, он на плечах, свисает сзади концы, казак, значит, как бы находится на отдыхе и гуляет казак. После гражданской войны казаков, поддерживающих белое движение, ждали репрессии, расказачивания, голодомор и запрет служить в рядах Красной Армии. Вплоть до 1936 года. И не до черкесок было. Те, кто выжил, прятали остатки казачьей справы, кто в сундуках на чердаке, кто под полом. И лишь указ маршала Ворошилова снова разрешил им служить родине. Тогда же были установлены и парадные мундиры. У кубанских казаков синий черкесский с красными бешметами. Но что интересно, 1 марта 1941 года вышел указ, который запрещал, отменял эту форму парадную казачью. То есть, по сути, к началу Великой Отечественной войны черкесские бешметы были снова отменены. Но, как мы знаем, когда началась война, и на Кубани, на Дону стали формироваться казачьи сотни, дивизии, корпуса, то казаки, помимо обычной полевой одежды Красной Армии, носили и черкесские. Потому что снабжение этих частей шло за счет жителей колхозов, совхозов Краснодарского края, Ростовской области. А люди шили по наитию, по старой памяти, именно традиционную казачью одежду. То есть, черкесские, бешметы, башлаки, папахи. И в этой форме казаки прошли всю Великую Отечественную войну и участвовали в Параде Победы 24 июня 1945 года тоже в своих традиционных казачьих черкесках. Современную, особо парадную форму для кубанских казаков утвердил президент России. Это черные папаха с кокарды и черкеска, кавказский пояс, красный башлык и бешмет. Повседневный вариант – китель. Минимум декора, больше строгости. Не только форма красит казаков 21 века. Для тех, чьи предки столетиями охраняли границы государства, служить России – долг чести. И сегодня они его отдают, героически сражаясь на полях битвы, навсегда вписывая свои имена в ратную летопись кубанского казачьего войска. Самое главное – не впадать в крайности. То есть нельзя делать уклон на белое движение, на красное движение. Как я уже сказал, надо подходить всему с холодной головой. Эта история, она неизмена. Она уже была. Ее мы просто проживаем, повторяя. Первый ударный отряд. Первый ударный отряд. Да, это были так называемые ударники. Вот этот шеврон – это ударные шевроны, черно-красные. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...